Так, несколько человек задали мне вопрос, один и тот же, не сильно отличающийся по поводу инаугурации Байдена. Насколько это стабильная власть в Соединенных Штатах, как это пройдет, будут ли протесты. Протесты идут каждый день. Сегодня пятница, сегодня в Сакраменто протесты были. Демократы все время говорят о действиях, а в то же самое время называют протестующих террористами. Как Путин, понимаете? Против... Это нормально, социалисты, причем, ну, вот тут трудно не согласиться с Рейганом, что если фашизм придет в Америку, он будет называть себя либерализмом. Понимаете? Ну, вот сейчас либералы получили полную власть. Верхняя палата, нижняя, весь контрольный пакет. Ну, это опасно, конечно, отсутствует теперь конкуренция. Вот ведь есть еще один момент. Средства массовой информации поддерживают. Демократов, соответственно, все до одной ветви власти в руках у одной политической пары. Я тут спрашиваю... А, Янковский спрашивал. То есть, невозможно ли образование трехпартийной системы? Уже образовалась однопартийная система. Президент. Нижняя палата Конгресса, верхняя палата Конгресса. Сейчас они поправят верховный суд. И все. Значит, то, что касается инаугурации на Лугу Пайдера, и уничтожить это невозможно, клеймо. Как они тут говорят, стигмат. Стигматайзер на клеймен. Он... На нем клеймо. Клеймо... Варишки. Который украл выборы. И это очень серьезно. Значит... Президент Джо Байден становится храмлой уткой. То есть, президент, который не очень уверен. Еще до инаугурации. Еще до получения, так сказать, полномочия. То, что произошло, вот это скачок Байдена, я описал об этом. Лестница Байдена. Это невероятное событие. Нету такой выплатки. Не бывает. Вероятность ее нужна. Чтобы вот такой скачок был возможен. Только один случай возможен. Это сброс бюллетеней. Массовая фальсификация. Причем... Ну, на уровне... Миллионов. Похоже, что это... Утверждается... Тут же есть еще косвенные доказательства. Там, это прямое доказательство. Я бы назвал, вот так сказать, научным. Но есть косвенные. Это, там, безумный страх, который испытывает демократ. Сейчас. Они очень боятся. Развесел. Выборщиков. Класса. Субтитры подвохи. Сейчас, как раз. Так, конечно, что-то не пробовал. Субтитры подавлены. Субтитры подавлены. А у Дорфи Касси Камин А, они ображали такое саучство Да, 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 да Субтитры создавал Террина Да, да Террина 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все девочки играют в футбол, конницы. Я несколько раз видел, у них сбор физкультура. Это игра в футбол. Да, продолжаем. Рабайтона. Значит, не на косвенные доказания. Это вот страх, который они испытывают. Страх, страх перед протеструющими. Значит, вот эти ребята, которые жгли дома, грабили магазины, Black Lives Matter, антифа, это протестанты, их официально так называют, протестующие. А вот эти, которые 6 января пришли в Капитолию с мирной демонстрацией, это террористы. И это не протест был, это было восстание. А все вместе их называли толпой. Расследование того, кто на самом деле врывался в Капитолию, и зачем. И пока этого никто не делает, и похоже, что это не очень в интерес к демократической партии. Потому что, может оказаться, что они действительно там подстроили и прав. Правда ли Ларион. А мы это в курсе ритмах, который назвали Танцовая Движка. Продолжение следует... Продолжение следует... Причем это фальсификация в утверждении которой, в поддержке которой участвовали средства массовой информации, пропагандистская кампания. Продолжение следует... А вообще по смыслу, как было написано в первом эпичменте, которым осуждали попытку Трампа расследовать это событие коррупционное. И это все называлось коррупционным преступлением Трампа. Трамп пытался расследовать коррупцию для того, чтобы получить коррупционные преимущества на выборах, чтобы обвинить своего соперника в правстве. Вообще... Это же ведь еще одна история. Понятно, что жилец и украинцы не будут ссориться с Байденом, с демократами, не полезут в эту историю расследование. Но ведь это же еще одно пятно на лбу у Байдена. Под меньшим размером... ...меньше это паре миллионов долларов. Всего-навсего. Оказывается, такое преступление... ...всем чуть-чуть. Но все-навсего, тем не менее, оно есть. Это преступление. Стоят, трапа на этих кабах. Подозят. Я как-то сел... ...недорого... ...15 долларов... ...катался. За берега, по дорожкам... ...можно заказать поездку через Венес-Бич. Собственно говоря, Венес-Бич и продают эти ребята на Кэпах. ...велосипедное такси. Не сделал он чуть-чуть под такси. Британское, правда, такси. Вот. Так что... ...грезидент Байден... ...это... ...это очень неустойчиво. Ну, там зарыт был вопрос косвенно. Присутствовал вопрос. Как это может изъявиться? Что может произойти? Что нужно сделать? Чтобы изменить ситуацию? Ну, это... ...наверно, в отдельном ролике. Вергает музыка. Убератор движения. Ну, это он не charactersably без. Не downing которые живут к нему. Выкуп замедецы. Эти люди не любят странно предоставiendo их л avez д ø怎麼 зрители.